Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует Галина Конышева. Сегодня 7 мая 2020 года. Больше месяца мы находимся в режиме самоизоляции причина коронавирус-19 мирового масштаба. У меня есть что сказать, однако, как всегда, в один фильм не поместится, и эту часть я посвящаю доказательствам того, что COVID-19 — это не фейк, не грипп или почти грипп, или ОРВИ, или почти ОРВИ, а очень-очень серьёзное заболевание, и не дай бог под него попасть никому. И то, что народ соблюдает самоизоляцию, особенно в больших городах, правильно делает. Однако не все так считают. Очень многие блогеры, особенно в самом начале самоизоляции, это где-то в конце марта-начале апреля, призывали людей выходить на улицы, на всё наплевать, никого не слушать, кроме них. Очень жаль то, что многие восстановители СССР оказались банальной очередной внутренней колонной, назвали себя оппозицией и борцами с путинским режимом, забыли, что они восстанавливают СССР, и борьба с Путиным как-то не вяжется с их лозунгами за это восстановление. Майдан собирались устроить на 9 мая, тоже не получается, и ребята загрустили, потому что прошло больше месяца, а коронавирус, похоже, уже и не фейк, даже для них. Очень многие блогеры делали вбросы, что врачи пишут диагноз коронавирус COVID-19 на простой гриб, что кому-то из родственников приплачивают деньги, чтобы согласились на этот диагноз. Возможно, это тоже всё имеет место быть, так как экономическую составляющую никто не отменял. Дело тут не в политике. А статистика повышенная может быть нужна не для вакцин и чипирования, чего и боятся в основном, а банальной схемой для отмывания денег, то есть злоупотребления служебным положением. Возможно, что из бюджета на этот диагноз выделяются другие деньги и доплаты врачам гораздо выше именно на этот диагноз. Причём получат эти доплаты по мёртвым душам не те из врачей, кто реально рискует здоровьем и спасает, а пара-тройка чиновников с главврачом, как вариант. Справедливости ради, надо сказать, что большинство роликов на эту тему приходят с незалежной, а выдаются за российские случаи. Но COVID-19 есть, и я буду это доказывать своей информацией. От нашей соратницы, моей закрытой группы WhatsApp, которая попала под это заражение, я вам предоставлю всю нашу переписку с её разрешения. Потому что мы считаем, что надо доносить людям правду об этом вирусе, который является бактериологическим оружием и пробы пера для масштабной войны. Ну вот такое наше мнение. Лукашенко, Беларусь. По сети распространяется информация о том, что в Беларуси нет никакого коронавируса, и Лукашенко ничего не боится, границу он не закрывает и будет проводить парад 9 мая. Хотя уже его вычислили, или сказали, что Лукашенко в своё время говорил, что это не наша война, но тем не менее сейчас активно набирает, что ах, какой молодец. Но это уже знакомо, потому что в своё время нам тоже так же набирала волну информационная атака по поводу того, ах, какие украинцы молодцы со своим Майданом. Вот и здесь то же самое. То есть откуда ветер дует, это понятно. Но давайте просто проверим. Вот такие, допустим, это мне всё кидают ссылки, поэтому я их показываю, я их проверяю, мне очень много таких ссылок кидают. Самая главная причина, почему Лукашенко не верит в этот вирус, очень проста. Потому что его нет. Он провёл консультацию с самыми умными врачами, которые подотчётны только ему, а не Всемирной Организации Здравоохранения, которая призвана не лечить, а калечить. И всё подтвердилось. Где у нас тут ещё Лукашенко? Почему именно сейчас гриппу дали новое название корона и начали его так сильно-сильно пиарить? Целей много, но все они ведут к одной. Уменьшение населения и абсолютное взятие каждого человека под контроль. Кстати, это совершенно верно. Только то, что они говорят о коронавирусе, это ложь. То есть здесь есть правда о том, что взять человечество под контроль, о том, чтобы вакцинировать человечество или ввести чипы. Да, это есть такие планы, безусловно. Это всё правда. Но по поводу коронавируса это ложь. И они, правда, смешивают с ложью. Им нужно по максимуму разобщить людей, чтобы никто друг другу не помогал, чтобы каждый человек видел в другом человеке для себя опасность. А это уже ваши собственные мысли. Также сейчас проверяют, насколько человек оболванен интернетом и телевизором и насколько процентов человечества слушается того, что ему втирают в мозг. Человечество всегда слушалось, что ему втирают в мозг. Как бы это не новость никакая. Но ситуация-то изменилась. Такого ещё не было. То, что происходит сейчас с коронавирусом, по всему миру. Такого не было. А в мозг встирали всегда. Это было всегда. То есть население зомбировали. НЛП создавали. Зомбировали с 19 века. Я этим занимаюсь. Массу доказательств тому, как зомбировалось население. И продолжает зомбироваться. Но такого, как сейчас, такой ситуации не было. Только на вакцине заработать, но и на самом вирусе. Вот это верно. Вот это ближе к теме. Скорее всего, сейчас кому война, кому мать родна. Вот заработать на этом, да, сейчас очень многие заработают. Я скажу чуть позже. Кто ещё на этом заработает конкретно? Не только на масках, и на вакцинах, или на неправильных тестах. Кто-то однажды сказал, если достаточно долго говорить ложь во всеуслышание, народ поверит лжи. Люди более склонны верить в большую ложь, чем в маленькую. Поэтому, хотя они и создают боевые вирусы, и у них они уже есть, но разбрасывать на воздух они их не собираются. Убедить человека в том, что в воздухе витает страшный вирус, можно через интернет и телевизор. Через влиятельных людей таких. Ага. То есть типа их нету, этого вируса. Это всё внушение. Вот что говорит этот автор с этого канала. Так, где же у нас там Лукашенко? Почему-то у нашей короны точно такие же, как у гриппа. Это ложь. Симптомы не такие же, как у гриппа. Это абсолютная ложь. Они вот и внушают то, что коронавирус – это безопасен, не опаснее гриппа. Вот они что говорят. Почему Лукашенко уверен на 100% в том, что коронавирус – это чушь собачья? Вы узнаете, зачем нужно было устраивать весь этот всемирный спектакль? Всемирное реалити-шоу для развлечения и ублажения извращённых вкусов. Вот. То есть это реалити-шоу. Все люди, население, которые находятся сейчас на самоизоляции, они все, в общем-то, идиоты. А вот автор, он, значит, умный. Я не знаю, что за этим стоит, за русской волной. Как правило, русская волна, вот волна – это не самое лучшее название, что волна, она приходит и уходит. То есть несёт эту волну что-то, а кто там за ней стоит, кто создаёт эту волну – большой вопрос. Несколько раз. Нет, взяли, раскатали, что погибло якобы от коронавируса. Для чего? Для того, чтобы создать панику. Чтобы создать панику. То есть у Лукашенко, Белоруссии, нет никакого коронавируса. Сейчас мы тогда перейдём на сайт, белорусский сайт, и посмотрим их статистику, которую дают сами белорусы. Перед этим вот ещё. Ну, мне ссылочку кинули, почему удаляется правда о коронавирусе. Да ладно. В этом фильме я покажу, насколько ненамного страшнее. В фильме от первого лица. А сейчас пойдём. Так вот, по белорусам статистика. 6 мая, сколько заболевших, умерших и вылечившихся. На момент публикации зафиксировано общей сложности заразившихся 18 350. Умерли 107. 3 771 выздоровели. То есть коронавирус, он существует в Белоруссии. Так, а теперь вот этот сайт. Коронавирус Белоруссии на сегодня, 2020. Здесь повторяется по миру и по Белоруссии. Здесь вот немножко, ну, те же самые, в принципе, данные. Чуть увеличилось. 19 255. 4 тысячи выздоровело. Ну, на тысячу идёт вперёд. 112 погибших. Проведено более 220 тысяч тестов. За счёт, насчёт тестов я ничего не скажу. У меня нет информации. Говорят, что эти тесты не работают или показывают неверно. Очень может быть. На этом вполне могут наживаться сейчас. Это просто колондаек. Создавая панику, действительно, можно наживаться и на масках, и на чём угодно. Паника – это просто, вот я говорю, кому война, кому мать родна. Заразившиеся в Минске, Витебске, Гродно, Гомеле. Кроме того, зарегистрированы заболевшие коронавирусом и в Минской области. То есть сайт говорит, что они есть заразившиеся именно коронавирусом, а не просто гриппом. Хотя, вот, говорят, что Лукашенко, его слова, что стране пришлось пережить и более серьёзные вирусы, свиной, птичий грипп, атипичную пневмонию. Это единственная страна в Европе, практически которая не закрылась на карантин из-за пандемии коронавируса. Не закрылась, потому что все вокруг закрылись на карантин, поэтому можно не закрываться. Что снаружи – закрыть дверь, что её изнутри. Закрыть, в общем, суть не меняется. Более 10 врачей в Витебске заразились коронавирусом. Первым погибшим остался 75-летний актёр местного театра Виктор Дашкевич. То есть Лукашенко лукавит. Даже не лукавит, а поэтому он лука. Он лукавит, потому что он лукашенко. Он лука. От слова лукавить. Он просто врет, что нет больных. Они есть. Пусть не переживают, никто от коронавируса в нашей стране не умрет. Ну вот уже умирают, но тем не менее он это говорит. Он просто врет в глаза, и ему за это ничего не будет, потому что он, видимо, чувствует себя в полной в этом смысле безопасности. Что ему не придётся нести ответственность за своё враньё по поводу истинного положения вещей. Я публично об этом заявляю. Публично. Это моё твёрдое убеждение, исходя из анализа не только прошлых лет. У нас уже был опыт этого года. Есть. Также президент похвалил граждан Беларуси. Молодцы люди. Ничего не запрещаем. Но сказали, что жизнь в ваших руках. Ничего не запрещаем. Никаких гарантий. Ничего не вводили. Сейчас людей, праздно шатающихся, на улице нет. Всё-таки люди боятся коронавируса. Даже он сам это признаёт. Далее вот тут вот статистика. Вот чёрным показано количество смертей. Конечно, по сравнению с заразившимся, это ерунда. Но выздоровевших, по сравнению с заразившимися, очень мало. Поэтому какое количество смертей будет? На вот это, естественно, оно вырастет. Судя по статистике, оно вырастет. Это просто закон. Закон вот этих чисел. Так, в масках они всё-таки ходят. Интересно посмотреть комментарии. Допустим, молодец, Лукашенко, здравомыслящий человек. 50 за 79 против. Я не думаю, что это русские комментарии, вот эти вот дизлайки ставят. Я думаю, что это сами белорусы ставят, потому что они не согласны. Они просто, может быть, сказать не могут. Потому что там цензура есть. Там очень сильная цензура в Беларуси. Молодец, Лукашенко. Опять 28 лайков. И 70 дизлайков. Беларусь окружена странами с закрытыми границами. Ну вот, пожалуйста. То, что сказала я. Нет смысла закрывать свои. Противоэпид. Мероприятия организованы грамотно. Каждое заболевание имеет подъем, пик, спад, который, надеюсь, скоро начнется. Кстати, Швеция живет без карантина, и заболевших немного. Всем белорусам здоровья и благополучия. Вот здесь ему ставят 52 лайка, 21 дизлайк. Думаю, что Лукашенко действует по принципу «пам» или «пропал». Люди в этой схеме не главные. Жаль белорусов. Семь лайков, один дизлайк. Я здесь согласна. Люди в этой схеме не главные. Жаль белорусов, потому что он ведет свою игру, и со стороны это очень хорошо видно, что ему на людей наплевать. Ему главное сохранить свою власть. Лукашенко. Это заметно. Еще кинули мне ссылку на одну группу, на видео. Вот это некто Иванов. Он считается милицией, советской милиции. Вот видите, он в форме советской милиции. Вроде бы как бы находится, не знаю там, что за шеврон у него. И как раз тема того, что коронавируса нет. Давайте немножко послушаем. Я редко оставляю комментарии, но здесь я оставила свой комментарий. И, в общем-то, ко мне сразу же, сразу же подошли товарищи, кто вот здесь вот лайкал, лайкал, лайкал. И мы покорно слушаем вот эти голословные их заявления о страшном коронавирусе и так далее. Ну, этот психоз пора кончать людям, которые уже здравомыслящие понимают, что этого нет, в принципе. Собянин тоже, принимая решения, передавая власть губернаторам, значит, тоже не подписывает свои указы. И все в этом театральном балагане находимся и пытаются исполнять какие-то документы, не подписанные. Я считаю, все-таки должна быть какая-то этика тоже у людей, пытающихся править на этой территории. Он говорит про балаган. Ну, да, есть такой момент, есть такая игра. Мы понимаем, что те, кто в теме уже, что Российская Федерация это не государство, а торговая, управляющая компания. А это вот как бы восстановители СССР, которых я тоже многих слушала. Но что конкретно вот у этого Иванова? Я тут у него вижу знак Героя Советского Союза. Этот знак не дается просто так. И тот же значок триколор. Вот они вот тут соседствуют. И вот он нам рассказывает про театр. А это что? Не театр? Ну что, Герой Советского Союза? Полковник милиции в Российской Федерации? Это что такое? Ряженое какое-то? Я не знаю, что это такое. Но увидев вот этот значок, я больше не поверю ни одному слову этого человека. Тем более человек говорит об этике других и забывает сам о собственной этике. Такие награды нельзя носить просто так, как значок. А теперь я перейду к самому свидетельству от первого лица. Это в нашей закрутой группе WhatsApp от нашей соратницы и подруги. Имя её я называть не буду по известным причинам. Но сам дневник вот с самого начала, причём она уже заболевала этим, коронавирусом, и пыталась дома лечиться. Вообще, хотела написать, сын меня всё-таки упёк в больницу. Двухсторонняя пневмония по ковид-типу. Сын, врач, пообщалась уже с практикующими и спасающими лично. Выводы. Первое, Галина права, надо жёстко банить провокаторов, потому что КВ-19 существует. Это не тот вид, который в рассылаемых роликах. Второе, стерильность жизни на сейчас необходимой. Послушав уставших врачей, которые уже и не возмущаются гуляющими на улице, теперь чётко говорю, уж если очень хочется гулять, фиг с вами, но в серьёзной маске с дезинфектором на руке. А вообще, хорошо бы в одноразовых перчатках. Вчера при мне сын общался со своим знакомым, пульмонологом, который и убедил меня сдаться. Он и говорил, как раз, что это вообще что-то новое для всех нас. И мы не понимаем, будет ли оно мутировать и ещё дальше распространяться. Но, судя по всему, переболеет 80% планеты. Это ребята не паникюры, это трудяги, им даром страшилки не нужны. Поэтому фильтруйте информацию и просто отбрасывайте провокаторов. На этом прощаюсь, жду укольчик, всем добра. Хочу сказать, что это не первый случай, который у меня известен. Это вот не только она заболела, у моих знакомых, у родственников, медсестра в тяжёлом состоянии, уже две недели была реанимация и только-только сейчас выкарабкивается. Вот эта запись, она с 24 числа, 24 апреля началась. Так, всё более чем серьёзно. Дневник состояния, это я её прошу, записывай дневник состояния по возможности или общего общения с врачами. Какой упор? Кстати, лежу сейчас на волоколамке в первой инфекционной сказочной отношении ко всем. И можно сказать, в какой, я спрашиваю, в какой именно больнице и отношении, а то люди думают, что если не говоришь, где могут придумать, то есть общую информацию о месте, очень подробную, о самом вирусе, состоянии, что думают врачи, запиши в тетрадь, потом можно голосом всё зачитать. Помнишь, как я делала видео с твоим голосом по таганке, о том, что надо беречься, не поддаваться на провокации. Пока говорю плохо, задыхаюсь, хорошо продумаю печатный текст. Не говори, если по состоянию, смотри, просто записывай в тетрадь дневник. Ну, группы у нас её поддерживают, шлёмые всякие, открытки, поздравления. И знаем, мы с тобой, ты не одна, помимо своих. Мы тебя поддерживаем, желаем скорейшего выздоровления, огромное тебе спасибо за информацию. Обалденная больничка, первоинфекционный, город Москвы, по-моему, Волоколамское шоссе, 63 или 43. Я не помню, тут сейчас специально открыты три отделения для таких, как я. Хорошо, пиши. Хотя, честь и ради, меня сначала привезли на Яузскую набережную, там сделали КТ, срочно анализы, но там ремонт, проширение кольких мест и с местами напряжено. Ночью меня перекинули сюда. Всё очень организованно и чётко, но я всё равно дико устала, потом напишу, целую всех. Будь здрава, сделай упор на этом, пока плохо задыхаюсь. Не хватает кислорода клеткам, что врачи говорят об этом, что говорят об анализе крови, что у тебя с гемоглобином. Это вот наши спрашивают. У меня удивительно сильный организм. Пока точных цифр я не знаю, но в лежачем состоянии, не шевелясь, у меня 90% кислород. Но стоит простить душ, это метр в 12, и я приползаю синяя. Думаю, в понедельник я уже смогу узнать результаты анализов. На КТ было чётко видно дымчато-стекловидное вещество и эффект галу. Написано 25-50%. Это я не совсем понимаю. Ещё спрашивают, чем будут лечить. Она отвечает. Ещё один момент. Я хотела бы описать. Это важно. У нас ещё жильё в Подмосковье. Прямо рядом лес. Мы свалили туда из-за собаки. Хаски всё-таки. Так вот, 24-го утром я проснулась как-то сильно и разозлилась на грязь и пошла мыть полы. Уже почти всё вымыв на кухне, ведь чувствовала, что руки трясутся. Я поняла, что мои ребра застопорились и ни туды, ни сюды. Дочь говорила, что я своим своем хрипела и пыталась дышать. У меня была цель не упасть в обморок, потому что, короче, я прохрипела кислород. Дочь подала мне новый баллон. Пшиков себя литра 4, я уже лёжа на полу, отдышалась. Доползла синяя вся в гнездо, вызвали скорую подмосковную. Приехали быстро. Я ещё еле ворочила языком, потому что за меня говорила со скорой дочи. Так вот, этот фельдшер, видимо, с манией врачебного величия, начал говорить, что это у неё коронавирус. Да коронавирус этой температуры 40, это дышать нечем. А вам зачем баллон кислорода? Он вам не нужен. Это самовнушение. И вообще коронавируса нет. Это Путин его придумал, чтобы под себя подмять с Конституции. Вот так. Да уж, их завирусила инфовирусом. Когда я ему задала вопрос, а это к чему он сказал, что вообще, чтобы люди не парились по поводу КВ-19. Я считаю, повторяю, преступлением тем СМИ, блогеров, кто верещит, что это фейк. Нормально. То есть, ты у них на глазах чуть не умираешь, он тебе, что это всё в голове. Это я спрашиваю. Она отвечает, я только в Москве беседую с врачами, мне сказали, да, это в Подмосковье, к нам приползают из Подмосковья, дом КАТ, вызывают наши скорые, и мы спасаем. Да, он считает, что это всё в голове. Да, она подтверждает. Я, когда встану, постараюсь дать ход этому делу, хотя от госпитализации у него я отказалась. Правильно сделала. Ты теперь в безопасности у профессионалов на глазах. Никого не призываю к моим подвигам с кислородом, это надо уметь, иначе можно сильно навредить, поэтому я и боялась обморока. Это совет нашей группе, живущим далеко, не дай бог кашель и температура. Пробирайтесь в Москву, реально ребята работают. Теперь не думаю, что решусь на подмосковные услуги, или по хорошему знакомству разве. Продолжает она. Никого не призываю к моим подвигам с кислородом, это надо уметь, иначе можно сильно навредить, поэтому я и боялась обморока. Это совет нашей группе, живущей далеко, не дай бог кашляет температура, пробирайтесь в Москву, реально ребята работают. Я хочу сказать, что сейчас ситуация изменилась несколько, но об этом в конце фильма. Теперь не думаю, что решусь на подмосковные услуги, или по хорошему знакомству разве, но об этой встрече с такой скорой люди должны знать и лишать таких медицинского диплома. Правильно, всем скажем, сделаем фильм. Напиши, пожалуйста, что делают врачи в экстренных случаях, какое лекарство или какие действия. Мне кажется, эта важная информация будет для всех тех, кто не имеет возможности доболсты до МКАД, выздоравливай. Скорейшего выздоровления, силы и энергии. Извините, только взяла телефон. Температура и кашель — это первые показатели. Надо брать мазки и никого не слушать. У меня сбилось толку то, что я с собакой попала под ледяной дождь в лесу. Списала на недомогание в связи с этим. Дали, что в больнице. Тут все такие, как я. Кстати, она сама заразилась от своего мужа, а муж заразился на работе. Там приехали люди из-за границы. Вот таким образом она подцепила этот коронавирус. Тут все такие, как я. У всех пневмония в основном двусторонняя. Лично меня лечат уколы цифриаксон два раза в сутки и суммамед пятьсот однократно. Ингавирил и абраксол. И уже такой одышки нет. Еще очень следят за показаниями кислорода. Чем ближе к стать, им лучше. Плохо, если 70-80 и ниже. Все очень чисто и аккуратно. Выползу потом в коридор, сделаю снимки. Отношение к людям, кто не знает, кому верить. Просто так ходить нет сил, только по необходимости. Своё состояние потом тоже опиши, как сможешь. Завтра даже фото обалденной еды вышлю. Не шучу, очень вкусно. И это обычная больница или по знакомству. Обычная, клянусь, очень хорошо. Если кровати две вплотную, то занята будет только одна для того, чтобы мименизировать контакт. Это Московская инфекционная больница номер один. На Волоколамском шоссе и удивительные с чувством юмора врачи. И объясняют всё спокойно и время уделяют. Говорю честно, в больнице у сына знакомых нет. Всё как у всех. Что значит послеповатый. Открыла замечательную баночку домала крем и мы с соседкой намазали руки по локоть, лежим и нюхаем. Соседка спрашивает, а что это за ягода? Я еле вчиталась. Соап, то есть мыло. Ржали минут 20, но до сих пор не смываем балдеем от запаха. А баночку встал наш смех квакающий, булькающий, хрюкающий. В том кашельный народ ржал бы ещё больше. Состояние? Сегодня я уже не аватар, приползла из души бледная, шатающаяся, но стойкая. Вчера из того же душа приползла просто сине-фиолетовая и еле дышала. И очень трясло от усталости. Вчера не могла попасть рукой к бутылке с водой. Это наши поздравляют её. Фиалки, выздоравливай. Этой ночью сделала короткую съёмку. Как видите, всё очень стерильно. Работают ионизаторы. Днём их включат в палатах и таким образом обеззараживают воздух. Ночью прибыли ещё две больные. Одна совсем плохая, задыхается. Ей много внимания успокаивают. Это так трогательно. Спрашивают, скажите, а много ли больных в отделении? Сосчитать не могу, но врач сегодня в коридоре разговаривал, кому-то доказывал, прозвучало, что мест нет. Еда. Завтрак. Вновь прибывшие рассказали, что ночью скорые стояли в очереди на сдачу пациентов. Вот как-то так. Когда меня привезли, помню, водитель бегло выяснял, куда именно везти, потому что открыли новое отделение. Но сами сдали меня быстро со скорой. Это где-то 28 число, вот 29. Желаю вам скорейшего выздоровления. Благодарство. Я поставила цель 10 дней. Ну вот чуть больше у меня получилось на сегодняшний момент. Желаю скорейшего выздоровления. Обсуждаем снимок. Представляете, сутками в этом костюмчике. Вообще, чем больше наблюдая за работой врачей и медиков в отделении, тем больше восторга перед каждым. Они герои самоотверженные. Еще умудряются улыбаться и уговаривать меня кушать. Я, конечно, впихиваю в себя хоть 2-3 ложки. Это она заполняет у нас в палате документы. Обход, конечно же, их кормят, так же, как и нас. А в пакете перед ней тонометр, фонарь, чтобы нам в горло заглядывать еще что-то ей нужное во время обхода. Извини, Люда сразу не объяснила. Я просто костюмчик хотела зафиксировать. Об остальном не подумала. Огромное спасибо. Отличный, позитивный материал набирается. Продолжаю вести наблюдение. Ждем твоих сообщений. Что врачи говорят тоже. Это обед. Обед. У всех желудки болят. Очень сильные антибиотики. Кормят аккуратно. Что врачи говорят? Следят за нашим кислородом. Одна из соседок перенесла 7 месяцев резекцию груди. Онкология. Это отягощающий фактор. Ей стараются увеличить больше внимания, конечно. Врачам особо разговаривать некогда. Мы их стараемся без необходимости не отвлекать. Всем здравствуйте. Продолжаю отчет. Общее состояние приличное. В вертикальном положении уже не ищу подпорку. Это радует. Вчера даже не хотелось ничего писать. Одной из соседок стало совсем плохо. Ее бегали, спасали и сейчас она находится в другом отделении. Думаю, в реанимационном. Просто нам не рассказывают. Но у нее отягощающие обстоятельства недавней операции в связи с онкологией. Очень позитивная. Милая Валечка умысленно посылаю ей здоровье. Ну, а нам сегодня добавили новый препарат. Тут обсуждают препарат Иммарт. Его использую тоже для лечения КВ. Мерзкая вещь, скажу я вам абсолютно. Но результаты на этом препарате хорошие. И хоть первичный мазок у меня отрицательный, пневмония именно по ковид-типу. В понедельник брали у всех еще мазки. Или в пятницу я не поняла. Результат узнаем потом через несколько дней. Благодарю. Это те первые моменты были колоритные. Еле все говорили. Дыхалки не хватало. Кашляли. Через каждую пару минут канонадами. Еще ржать умудрились инвалидки. Поправляйтесь. Спасибо за письмо. Благодарство всех. Люблю всем. Здоровья, улыбок. Мне сегодня стало хуже. То есть она не отвечала несколько дней. Мне сегодня стало хуже еще выкарабкиваясь. Потому и не писала. Сняли Март. Он не пошел мне. Сняли один антибиотик. Потому что что-то кишкам совсем беда. Думаю, напишу завтра. Сегодня нет сил. Пошла полоса по носу дикого. Желчью. Очень тяжелые препараты. С кашлем даже хорошо. Так слегка откашливается. Это не первые три ночи, когда задыхалась. Сейчас дышу хорошо, ровно. Проходимость воздуха в легкие хорошая. Извините, сегодня целый день с капельницей. Сейчас стало легче. Завтра отпишу. Всем добра. Опять не писала. Вот мы уже беспокоимся. Здравствуйте всем с прошедшими праздниками. У меня сейчас все получше. Правда, вчера нас троих переместили в другую палату, объяснив, что нам там удобнее. Перебиралась. Оказалось, что та палата переоборудованный буфет. Я, конечно, понимаю, нехватка койка мест, но спать под роль ставней окна раздачи, за которым, кстати, стоят чайники с кипятком для больных. Это выше моих сил. Сегодня подняла бочу. Перевели меня в другую палату, двухместную. А мои подруги сейчас ждут еще одну двухместную. Вот как-то так. Вчера целый день капали. Сегодня у меня появились силы на противостоянии. Вообще я не особо люблю революционировать. Но сегодня пришлось. Выписка существует. Люди выздоравливают. Рада вас слышать. И вообще за эти выходные выписали больше, чем привезли. Это очень хорошо. С работы дергают отчет оценки. Привезли мне сегодня ноутбук. Попытаюсь работать. После отмены иммарда и антибиотика в состоянии улучшилось. И что назначают взамен или ничего не надо? Выздоравливайте. Иммарт отменили, потому что он, можно сказать, сжег мне слизистой кишечник. Это моя личная реакция на этот препарат. Мне от него просто ужасно. Антибиотики не то, чтобы отменили. Просто я пропила дома Сумамед 5 дней. Тут мне выписали его аналог. Я пропила еще 5 дней. Больше 10 дней его принимать нет смысла. А цифтриаксон все еще колет. Сегодня у меня 8 день, еще 2 дня. Понятно. Старайтесь сильно не ударяться в отчет. Они ведь, конечно, съедают много сил. А сил еще понадобится. На 10 день делают еще одно КТ. И мазки. Мазки, конечно, фигня не точная. Но гематез не знаю, делают ли тот и есть ли смысл делать его уже переболевшим. Но это узнаем. Вот кратенько о событиях в нашем отделении. Как дела у соседки, с которой хохотали? У всех по-разному. У кого-то головацкий болит, а кто-то ест, как обед. Для меня доза была, считаю, лошадиная. По 2 таблетки. Утро, вечер, первый день. А потом по одной. Я поняла, что для меня это капец на 3 дня. Мне этот препарат просто сняли. Да, организмы разные. Соседка тоже восстанавливается. У нее вообще очень сложный организм. Ей смогли подобрать только один антибиотик. Все остальное ее просто ломало. Вот жду, в какую палату она попадет совместно с нашей третьей приятельницей. Хорошие они. Вот дети пишут. Коронавирус, уйди. Добрый вечер. Сегодня сделали контрольное КТ. Завтра узнаю результат. Вообще, я лично восстанавливаюсь. Проблема одна. Чуть подвигаюсь. Пульс в ушах барабанит. У некоторых, уже известно, КТ показало ухудшение. Но я работаю с собой, чищусь энергетически. По вечерам медитирую. То есть, лечение антибиотиками не приносит результат? В чем я уверена? Мир травит. Не знаю, как, но это бактериологическое оружие. Вирусологи пашут. Вектор разрабатывает вакцины. Думаю, скоро будет антидот. Но это глобальное испытание для человечества. Антибиотикам. У большинства это работает. Уже есть разработанные протоколы лечения. Но потом, после этого лечения, надо будет очень долго восстанавливаться. Антибиотики лечат одно, убивают другое. Но выбора пока нет. Да и март чего стоит? Я не смогла его принимать. Мой организм этот яд просто начал убивать. Но в этой клинике гибкий подход. Моя знакомая лежит в другой клинике. Сказал, что им и март вводят уколами. Жалуется, что кишок уже у нее нет. Ну, правда, лошадиная доза антибиотиков минимум двух, и еще и март. Но у меня температуры нет, кашля почти нет, и я работаю над собой. Кроме того, я сколотила компашку, и мы в СВЧ каждый вечер запекаем яблоки минут 10. Это, конечно, не духовка, но получается вкуснейший, полезнейший десерт. Именно благодаря такому блюду желудок потихоньку начинает работать. А то тут все посбрасывали концлагерный видок, и еще ходим, шатаемся от слабости. Если быть точной, то, думаю, некоторые просто попали сюда на ранней стадии. Наверное, пневмония толком развивается не менее, чем на пятый-седьмой день. Она развивается все равно. Параллельно развиваются патогены, и без антибиотиков легкие просто эти патогены сожрут. Потому еще важно подобрать антибиотики, которые срабатывают именно в нужном направлении. Сегодня у молодого человека КТ показало двухстороннюю сегментарную пневмонию, а поступил он с двумя очагами только. Пневмония, видимо, должна пройти стадию двухсторонней. Еще у одной пациентки похожая ситуация. Видимо, они попали сюда в самом начале заболевания. Молодец, что медитируешь, это очень помогает. Оптимизм, юмор. Только так. Галина, неужели вы по мне засомневались? Нет, конечно. Поэтому попросила вести дневник, чтобы мы многим рассказали от первого лица. Я так и назвала свой фильм. Завтра буду монтировать текст. Почти написала. Там и аналитика событий будет. Да, это необходимо сделать. У меня еще состояние считалось средне-тяжелым. Но я видела и тяжело больных. Если честно, страшная боль над беспомощностью, когда человек задыхается. Искреннее уважение, почтение медперсоналу. Они, к сожалению, заболевают тоже. Некоторые, которые были с нами 24 апреля, заболели. Подробнее напишите про них и про тяжелых. Я вот прямо сейчас в группе под видео, что вируса нет, написала, что он есть. Зачем врать, что его нет? Думаю, меня хорошо затроллят, поэтому серьезные подробности, опасности нужны, чтобы пресекать безответственные вбросы. В самом начале к нам поступила дама после онкологического заболевания, и было точно 65, не меньше. Более, чем интеллигентная дама поступила ночью, еле вползла в палату, еле дошла высочайшей температуры. Ее и пыталась юморить, но к утру начала она нахрипеть. Ей быстро дали кислород, прибежали мужчины-медики, положили на каталку и быстро отправили в реанимацию, что дальше, не знаю, искренне желаю ей выкарабкаться. Это было прямо у нас в палате, она еле дышала с хрипом, жутко. Недавно вставала, ночью ходила за водой к чайникам, слышу хрип со свистом и стон. Мужчине оказывали помощь, тоже быстро отправили его в реанимацию. Все медики стараются делать тихо, у них алгоритм действия, но сила и хрипение задыхающегося человека куда скрыть. Вообще, пройдя ситуацию, когда я чуть сама дома не задохнулась, я на себе испытала, что это? Когда синим аватаром была. Мы хулиганили, если честно, когда просачиваемся друг к другу в гости на пару минут, но мы все поступили в один день и были в одной палате раньше. Вроде уже и патогены одинаковые за неделю, что прожили вместе. Вот я прислала ссылку на вопрос о статье «Якобы курильщики вирусом не болеют». В процессе нашей переписки по коронавирусу, по состоянию нашей соратницы, подруги, мне прислали в личку в соцсети статью такой вот. Это, обратите внимание, московский комсомолец. Российские врачи заметили странность с коронавирусом и курением. Что-то есть такое. 4 мая 2020. И вот, что здесь пишут. О новом коронавирусе появляется все больше удивительной информации. Казалось бы, курение всегда было ведущим фактором риска любых заболеваний легких, а также сердца и сосудов. Но вслед за европейскими российские врачи тоже заметили, что коронавирус меньше затрагивает курильщиков. На эту тему в мире уже вышло несколько научных публикаций. Однако пока ученые не знают, что именно в никотине так не нравится коронавирусу и почему он предпочитает обходить стороной. Мне это особенно интересно, потому что я бывшая заядлая курильщица. 10 лет, как я уже не курильщица, свободная от курения. И, естественно, я обратила на это внимание. Мне это интересно даже как психологу, вот эти вот вещи, что это такое. Но сейчас я вам объясню чуть позже, что это такое. Российские врачи, работающие с COVID-пациентами, с изумлением обсуждают эту ситуацию в социальных сетях. Как рассказывает сосудистый хирург Арман Азарян вместе с коллегой Артуром Юсуповым, они практически одновременно заметили странную вещь. Наши пациенты с COVID-19 и пневмонией ведут себя как-то странно, лежат мирно в палатах, на лифтах никуда не ездят, укромных мест не ищут, а главное, в палатах не воняет табачным дымом. Такое поведение пациентов очень странно для сердечно-сосудистого хирурга, особенно для сосудистого. Курящий пациент всеми правдами и неправдами, если только он не при смерти, несмотря ни на какие запреты, находит способ покурить. Согласна, согласна, да, есть такое дело. И первое, что он делает и просит после операции перевода из реанимационного отделения в палату это покурить. Мы подумали сначала, что несчастные многострадальные наши пациенты и так страдающие от одышки временно забыли про свое пагубное пристрастие, однако, исходя из предыдущего опыта, это было очень странно. В общем, мы прошерстили истории болезни, но не везде была информация о табакокурении. Прошлись по палатам на двух этажах из шести выяснили, что из 130 пациентов лишь 11 курят или были курильщиками 8,4%. Неужели в московском регионе число курящих приблизилось к показателю менее 10%? Даже с учетом того, что у нас может быть обманчивое впечатление, что большинство курит, так как наши пациенты с атеросклерозом в большей своей части курильщики, все-таки низкая борьба с курением в отечестве за последние годы не могла привести к уменьшению курильщиков до 8%. По данным Росстата в России 22,5% людей курят ежедневно. Московский регион на втором месте. На мой вкус показатели весьма оптимистичны, других данных у нас нет. Получается, что среди наших пациентов с пневмониями по логике должно было бы быть больше курильщиков, чем популяции, то есть больше 22%. Поэтому как табакокурение ухудшает течение всяких ОРЗ и ОРВИ. И тут с COVID-19 такой странный результат. Из моих наблюдений, из находящихся в отделении мужчин, а это 56%, ни один не курит в настоящее время, рассказывает один доктор научного центра сосудистой хирургии имени Бакулева. Один доктор рассказывает, вот видите, не называют. Да что-то есть такое, у нас в отделении два врача не заболели, оба единственные курят, подтверждает сосудистый хирург госпитал ветеранов ВОН Илья Кустов. Доктор Ашот А. Рушуэ Шанян выдвигает свою версию по поводу Китая. Ухань, как и все провинции Китая, ну и как, собственно, весь Китай, очень и очень курящий. Не исключено, что именно этим объясняется такой быстрый сход эпидемии в Китае. В основном вирус затрагивал не курящих, которых там очень мало, а придя в Европу, где здоровый образ жизни теперь везде и очень мало курящих, вирус затронул намного больше людей. Собственно, о том, что курение делает более тяжелым протекание COVID-19, в феврале написали китайцы. Но больше никто эти сведения не подтвердил совсем наоборот. Но дальше вы можете это все почитать, я не буду читать. Суть уже ясна. Они на что намекают? Вот представьте, люди почитают вот эту статью, и те, которые бросали курить, они побегут закуривать, чтобы не заболеть коронавирусом, а те, которые не курили, они начнут курить, чтобы не заболеть коронавирусом. Мне это стало очень подозрительно, и я решила спросить нашу подругу, соратницу из первых уж, что называется, какая ситуация конкретно у нее в больнице с курильщиками. И вот что она мне ответила в ответ на эту статью. Здравствуйте, исходя из этой статьи, нужна четкая статистика. У меня ее нет, но в отделении есть курящий мужчина. Ему даже разрешают куда-то выходить наперекур. Вчера с нами ездил молодой человек на КТ. Его возили в кресле, он ходить не в состоянии. Зашел разговор о курящих. Он просто вставил фразу, видимо, я был курящим до болезни, теперь все. Просто курить, когда ты задыхаешься, очень сложно. Я, кстати, спросила медсестер, ответили, что хорошо, что потеплело. Врачи разрешают хроническим курильщикам выходить куда-то покурить, а то пытались курить в туалете. Но сами понимаете, точную статистику мне никто не даст. И еще, сейчас, когда вернулось обоняние, запах курения чуюсь за километр. Организм просто выворачивает, честно. Запах курения, извините. Итак, в инфекционном отделении, она у нас лежит как раз в инфекционном отделении, они в простой больнице, там есть курильщики, и у них проблемы. И они выходят покурить. Но им очень тяжело. Им гораздо тяжелее, чем те, которые не курят, потому что они и так задыхаются. И курение, естественно, усугубляет. Это просто, оно не может не усугублять никакое течение, никакой пневмонии. Так что я считаю, что это был вброс. Но это не первый, это не единственный вброс. То есть по поводу курения, как спасительной соломки от коронавируса. Еще придумали товарищи. Вот наши в группе пишут ерунда, никотин ослабляет иммунитет, мужчины пишут. Вот еще присылают. Курение и коронавирус. «Сколько шансов выжить у курильщика?» Мини-книга доктора Бирга. Пожалуйста. И еще по сети сейчас распространяется вот это видео. Метод лечения. Всех приветствую. Я Александр Колосов. Сегодня 5 мая 2020 года. В своем видео я хочу вам рассказать, как всего за один день я выздоровел от инфицирования коронавирусом. По профессии я врач. Уже 20 лет живу в Италии. Работаю в медицинской структуре в основном пациента, которые старые и пожилые люди. Итак, этот врач предлагает свой уникальный, гениальный способ, как он потом сказал, выручиться, вылечиться за один день от коронавируса. Это делать маски, которые надо пропитывать водкой. Он это все показывает, рассказывает, надо пропитывать и активно вдыхать, то есть дышать вот этой водкой, вот этими алкогольными парами. Он говорит так, что вот эти алкогольные пары, алкоголь, он расщепляет липиды, в которых вирус находится и ему вирусах она. Что значит алкогольное такое втягивание, активное втягивание воздуха? Это алкоголь напрямую попадает в мозг. Если, как обычно, через пищевод, через гортань, через пищевод в желудок и у него есть какое-то время, пока он всасывается, то здесь вот эти пары, запахи, они моментально попадают в легкие и в мозг. И зависимость здесь алкогольная устанавливается просто моментально. Если человек был на грани какой-то алкогольной зависимости, то он точно вернется в эту зависимость. Если он не пил, так он запьет, потому что он посчитает, что вот врач же сказал итальянский, он же сказал, но он же врач, ну что, врать будет, что ли, врач? Зачем ему врать? Разве на таких вещах врут? И тоже может начать пить. То есть и пить, и курить. Молодцы, ребята. Гениальный ход. Ну, в ответ я пишу, отвечаю, что еще один маркетинговый ход уже от алкогольных компаний. Сейчас фантазия полетит, какая прелесть, всем курильщикам и алкоголикам праздник спасения от коронавируса. Сразу вспоминается вот гениальный эпизод с кавказской пленницей. Спирт? Спирт. Нюхать водку, как советует специалист, причем нюхать активно, дыхать напрямую ведет к алкогольной зависимости быстрее, чем через желудок. Гениальная находка алкогольных менеджеров. Это совет прямой вредительства. Но я думаю, им главное, чтобы эта часть населения подсела на алкоголь. Мне интересно, что скажут настоящие врачи, настоящие честные врачи по поводу того, что курение помогает справиться от коронавируса и алкоголь. А в сети, оказывается, народ уже во все это дело обсуждает. Таким же выводом приходит, каким пришла и я. Правда, уже со своим русским юмором, с крепким словцом, что называется так вот по-русски. То есть народ все-таки у нас не дурак. И он имеет эту степень развлечения. Он понимает, что ему впаривают очередную туфту. Вот эти российские врачи. Монголов спасло то, что они никуда не будут читать дальше. Вирус на сотни километров не летает. Забавно, кто по полжизни курил, в том году бросил, чтобы не помереть, а тут на тебе. Вот о чем я и говорю. Готовы даже утверждать, что курящие мало болеют коронавирусом после оплаты моего счета всего на 10 миллионов. Да, на 10 миллионов. Ах, да, я тут статистику вспомнил. Китай 90% курящих. Ко мне пришла умная мысль, а нет, показалось. Молодцы. Молодцы. Я аплодирую. Все правильно. Все тонко и точно подмечено. Умный у нас народ. Молодцы. Пока монтировала фильм, один из СССРовских каналов начал продвигать ролик с водочной маской от COVID-19. Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Так самоизоляция и COVID-19 выводят и показывают многих суть. Сегодня 7 мая. Нашу соратницу, подругу, выписывают, и, казалось бы, нам всем можно вздохнуть. Однако новая информация оказалась очень тревожной. Сегодня узнала, в этой больнице умерла врач от КВ. Было бессимптомное течение болезни. Когда началась одышка, уже 90% легких было разрушено. Это вот то самое, над чем смеются вот эти фейковые блогеры, которые говорят, что все фейк, фейк, бессимптомно, значит, нет ничего. А вот она протекает по типу онкологии, когда в легких ничего человек не чувствует, а потом бац, и все. И уже спасти нельзя. Так что здесь вот эти вещи очень опасные. Добрый день всем. Да, меня выписывают. То приятно. Очень радостная новость. Здоровья вам. Есть непроверенная сплетня. Собираются снижать статистику по ковид. В связи с этим будут максимально по-возможному не госпитализировать, а лечить на дому. А больным в больницах ставить не ковид, а кишечную инфекцию, например. Потому что и марда дико горят кишки. Это правда. Сейчас гудят об этом медсестры. У нас остались два работающих врача. Все свалились в КВ. И медсестры с ног валятся. Выписали сегодня многих. Говорят, поступления не будет. Это очень странно. Моя коллега с температурой 39 не может вызвать скорую. Ей говорят, вызывайте участкового врача. Ребята, это в Москве. Теперь думаю, как мне еще повезло. Всем здравствуйте. На КТ у меня явное улучшение. Остались два верхних сегмента. Они могут рассасываться еще 2-3 месяца. Казали, что на выбор. Или домой, если завидующая разрешит. Или санаторий на 2 недели. Короче, завтра решат. Но я домой хочу. Я задыхалась. Без помощи врачей просто дома, наверное, не выдержала бы. А зачем тогда огромные торговые центры переоборудуют в лазареты? И на ВДНХ это я говорю. Я не знаю, может быть, из-за нехватки врачей. Не понимаю. Вот-вот. У нас закрыли поликлинику. Делают там стационар. И поликлиника теперь черти где. Вот видите, теперь вот все боялись, говорили, что накручивают статистику. А сейчас по Москве, по крайней мере, начинают наоборот искажать статистику. Наоборот, не писать, что это коронавирус, а писать на другие диагнозы. Либо это тоже связано экономически. Чтобы не платить деньги, вот эту доплату, если это все увеличилось, увеличились случаи заражения, врачи не хотят работать. И поэтому снижают эту статистику, искажают ее. Поэтому будем наблюдать. А всем, в общем-то, берегите себя. Давайте быть очень внимательными и не относиться легкомысленно ко всей этой информации. Надеюсь, что вам этот фильм был полезен. Все, что мы здесь вам сказали, было вам полезно, вы примите к сведению. Подписывайтесь на мой канал. Всех вам благ. С вами была Галина Конышева. С наступающими праздниками. У меня есть еще что вам сказать. Постараюсь успеть в ближайшие дни. Продолжение следует... Продолжение следует...